всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о том что понадобится начинающему музыканту из оборудования в своих таких скажем первые шаги я здесь разделил как я уже это делал предыдущих видео каждого скажем так начинающего музыканта на некоторой категории я уже вас просил в предыдущих видео определиться чем вы хотите заниматься даже несмотря на то что вас может интересовать все эти пункты или там многие из них я все равно советую сделать куда-то все-таки больше фокус остальные уже как бы частично тоже под это дело подстраивать какие-то моменты то есть вы ну грубо говоря вы решаете что вы будете больше заниматься аранжировками но при этом вам также интересно сведение мастеринг или наоборот вы хотите быть миксинг мастеринг инженером но вам также интересно сам процесс создания аранжировок работа с партиями так далее то есть в этом нет ничего такого то есть это не то что какие-то блоки что вы только выбираете одну области в нее полностью с головой ныряйте нет но просто нужен этот некий стержень то о чем я говорил который вас будет помогать удерживать скажем так мотивацию и внимание на получение новых знаний и на развитие своих способностей потому что без этого вы просто можно два-три года сидеть за компьютером что-то вроде делать но результата так такового не видеть а это очень важно если мы не видим результата мы нам и не знаем куда дальше двигаться вот но думаю это понятно поэтому я здесь разделил на такие категории то есть вы можете как-то себя кому-то определить то есть если вы это сейчас я в первую очередь обращаюсь тем кто то только-только вот скажем так пришел в мир музыки и звука для тех кто уже много лет работает скорее всего этот вопрос решен но так или иначе будет полезно пересмотреть вдруг какие-то появятся новые мысли и так пойдем по порядку я первую категорию выбрал sound producer электронной музыки так сейчас это очень популярно многие слушают электронную музыку и в принципе сама структура электронной музыки она достаточно понятно даже людям далеким от музыки поэтому велик соблазн просто там купить хоть минимальное оборудование поставить программу и хотя попробовать что-то сделать сюда ну я наверно могу частично отнести также битмейкеров то есть можно сюда дописать битмейкеры то есть это тоже по сути электронная музыка только больше ориентированы на рэп хип-хоп жанры то есть а под электронной музыкой больше понимаю транс и dm и так далее но так или иначе это в принципе одна категория что вам понадобится ну помимо естественно секвенсора и компьютера это по умолчанию для всех этих пунктов я это здесь не стал писать это очевидно звуковая карта в принципе тоже очевидная вещь но я просто хотел на ней они чуть подробнее поговорить для сам продюсера звуковая карта в принципе важно только с точки зрения удал у давно подключения наушников там каких-то недорогих мониторов но я знаю что это порой бывает необязательно то есть звуковая карта может использоваться встроенная в mac например то есть у вас компьютер мак у недостаточно неплохие встроенные звуковые карты если вы не планируете ничего записывать то есть никаких живых инструментов вам не нужен вокальный микрофон то в принципе вам и не нужна отдельная звуковая карта конечно с ней многие вопросы решаются легче и звуковой карты который там чуть как драйвер работают чуть побыстрее и получше чем встроенный в mac звуковой карта но это уже такие нюансы то есть даже если вы выберете можно брать что-то такое не самое дорогое то есть вот я у меня здесь есть поиск по звуковым картам какие вообще в принципе на рынке присутствуют в принципе их очень много то есть они все в основном отличаются количеством входов качеством предусилителей но опять же если вы битмейкер и аранжировщик в ну создатель скажет так электронной музыки то наверное вам это не так актуально то есть можно принципе купить любую звуковую карту внешнюю которая просто будет вас устраивать по цене качеству они в принципе плюс-минус на качественном уровне то есть есть некая планка то есть ниже который ни один производитель не скатывается поэтому вам принципе подойдет любая ну кроме может быть таких вот китайских совсем то есть этом с этим понятно но наушники то же самое то есть вы можете брать не самый не взять самки дорогие топовые наушники но опять же чем они качественнее тем у вас более четко будет картинка ваша понимать то есть во первых вам нужно будет на качественных наушниках послушать много той музыки на которой вы хотите ориентироваться то есть тот жанр чтобы понимать соотношение басов какие звуки как все расставлено то есть это очень важно именно на этапе создания это все заранее понимать поэтому по наушнику я рекомендовал бы вам закрыты закрытого типа по что в них лучше читается бас электронная музыка хип-хоп музыка это в первую очередь конечно басовые частоты то есть если в басу что-то не так то вряд ли ваша композиция ваш трек будет звучать на должном уровне даже там из какого-то сведения и так далее далее недорогие мониторы это тоже такая опция скорее то есть я знаю многих продюсеров которые работают без вообще мониторов то есть они не занимаются сведением они только просто делают аранжировки для работают там синтезаторами и не делать сведения какой то есть им не нужно прям четко слышать как свой звук то есть но либо можно купить недорогие то есть очень много мониторов такой средней ценовой категории то есть там тысяч за двадцать можно купить себе пару мониторов это в принципе по современным ценам достаточно дешево далее медиколотура или контроллер опять же все зависит от того как вы будете работать есть диджеи и есть саунд продюсер который работает вообще без медиколотуры то есть просто либо все рисуют мышкой меди информацию либо работают с лупами сэмплами все опять же мышкой рисуют расставляет так далее то есть есть такой тип работы поэтому медиколотура просто не нужна потому что как правило многие не просто не владеет фортепиано не владеют нотами и медикулатура если будет она будет скорее так как обременитель стоять и постоянно напоминать о том что вы не владеете клавишами поэтому может быть она и не нужна можно купить просто обычный конь контроллер с пятками или с крутилками там при ака и примеру l lpd есть такая серия то есть там просто есть пятки для например для набивания пальцами каких то битов и есть просто назначаемые крутилки которые можно назначить какие-то параметры в том же лоджик например и работ с автоматизацией с точки зрения сам продюсер электронной музыки да и битмейкеров это очень важная вещь то есть работа автоматизации работы с фильтрами работа с каким-то эффектами это очень важно дополнительные синтезаторы имеется ввиду vst синтезаторы то есть виртуальные синтезаторы если в вы какой-то конкретный жанрки пытаетесь скажем так нырнуть то есть если брать электронную музыку то в каждый в каждом жанре есть такие свои как скажем так и иконические такие синтезаторы которые используются всеми диджеями такими или и продюсерами именитыми это можно даже у них на сайтах узнать есть специальный сайт по моему если не ошибаюсь где прям выкладывают информацию о том кто чем пользуется такие синтезаторы любят то есть но это всякий массив там silent спайр серум то есть вот такие самые топовые синтезаторы которые используют все возможно вам они тоже понадобятся потому что ну рано или поздно вы просто возможно уже пойдете дальше захотите какие-то особенные звуки крутить и без этих сторонних дополнительных синтезаторов вряд ли у вас быстро получится это сделать хотя например встроенные синтезаторы я всегда об этом говорил встроенный синтезатором привлогик они ну очень качественные очень классные то есть есть два например или алхимия если их полностью освоить это да то в принципе можно накрутить практически любой характер звука ну думаю здесь все понятно это в принципе все что касается вот сам продюсер электронной музыки битмейкеров данный аранжировщик в принципе все то же самое те же комментарии то есть то же самое что для сам продюсера и если здесь я бы на все таки сказал что медиклавиатура обязательно вы вряд ли сможете быть полноценным профессиональным аранжировщиком если не вы не владеете хотя бы каким-то базовым на базовом уровне клавишами потому что все таки писать аранжировки там кон поп стиле или может поп рок стиле эти больше запросы разные у клиентов если планируете делать аранжировки песни на продажу то ну без знания владения клавишами очень сложно поэтому я здесь это запишу записал как уже обязательное в отличие от битмейкера то есть это ну нужно тоже понимать и также я записал всякие библиотеки сэмплов лупов различных синтезаторов их можно некоторые библиотеки сэмплов есть в интернете бесплатные некоторые продаются там по какие-то очень дешевым ценам у них у всех есть там лицензии то есть вы можете их использовать своих работах после того как купили спокойно там не боясь что кто-то там когда-то на вас подаст суд что-то такое вот в общем и синтезаторы в принципе то же самое что и битмейкеров то есть какие-то такие иконические синтезаторы уже признанные в индустрии тоже полезно было бы приобрести себе в коллекцию просто чтобы иметь доступ каким-то таким классическим звуком но тут опять же все зависит от того в каком жанре вы хотите работать какие аранжировки писать то есть тут ну все очень тоже зависит от конкретного случая далее музыкант если вы просто гитарист клавишник или он басист как я здесь пометил и вы хотите ну просто иметь возможность записывать себя чтобы послушать это очень классная вещь для обучения для развития своей игры то есть если вас не интересует аранжировки вас не интересует там сведение мастеринг вас интересует только возможность играть на гитаре записать себя обработать пер какими-то эффектами встроенными например потому что очень много сейчас появилась классных действительно плагинов которые позволяют классно обработать например гитару и бас то есть и порой бывает что там в домашних условиях не получается поставить громкий усилитель там использовать какие-то внешние педали потому что это требует тоже определенной громкости игры то есть это вы можете позволить себе например только в репетиционной базе там и на концертах а дома вам нужно заниматься на тихом уровне и вот при есть такая альтернатива хорошая использовать для этого тоже звуковую карту наушники и возможно эти недорогие мониторы если вы хотите себя просто записать и послушать со стороны то есть у вас есть какие-то гитарные минусы вы загружаете в секвенсор под них записывайте партию свою и слушайте им при можете использовать свой портфолио или там кому-то отправлять что-то бывает такое что вы может быть как сессионный музыкант вам присылает по интернету какую-то запись и просят там запиши сюда конь соло гитарная вот или на бас пропиши то есть у вас должна быть возможность это сделать в домашних условиях то есть у вас нет планов как-то обрабатывает что-то работы с какой-то обработкой поэтому вам кроме звуковой карты наушников просто чтобы себя слышать и как опция недорогих мониторов вам больше ничего не нужно из оборудования то есть этого достаточно но я здесь не затрагиваю конечно оборудование касающиеся вашего инструмента то есть там гитар это могут быть какие-то педали там кабели дополнительные так далее то что касается клавиш то есть это я не затрагиваю я именно говорю то что идет после компьютера скажем так то есть компьютер секвенсор и удачи у вас звуковая карта и наушники и возможно какие-то недорогие мониторы 4 это вокалист здесь посложнее здесь как бы все те же в принципе комментарии что и для музыканта да но здесь уже больше нужно вложений в во-первых оборудование во вторых конечно в помещение здесь уже начинает играть роль обязательно помещение потому что есть вас помещение не подготовлено то качество звука качество вокальной дорожки будет оставлять лучше то есть если вы хотите записывать уже что-то какой-то конечный исходник у себя вот в домашних условиях то вам придется вот это все что здесь я расписал рассмотреть приобрести и как-то под себя адаптировать если вы просто планируете записывать какие-то демки то возможно вам вот понадобится вы можете скорее всего себя относить вот к этой категории то есть только вместо гитары клавиши вас просто обычный микрофон ска с проводом то есть какой такой с которым вы работаете например на сцене то есть такой шур 58 ну там и так далее то есть для этого необязательно все что здесь я написал но если вы хотите прям профессионально записываться при этом вы диктор например или вы вокалист сессионный который прописывает вокал там для разных музыкантов там по всей планете то вот это минимальный набор опять же напомню что это минимальные наборы это не не все что вам нужно это именно на минимальный набор для того чтобы просто делать на приемлемом уровне качества какой-то контент соответственно звуковая карта здесь уже обязательно фантомное питание то есть например к вот если взять то что я здесь нашел например самые одна из самых популярных и таких скажем классных по цене и качеству это вот например focus right scarlett 2 и 2 не сочтитесь за рекламу я просто сам люблю focus right у меня всегда были focus right звуковой карты и у моих знакомых это конечно самый базовый уровень то есть опять же говорю это не какая-то топовая карта который нужно стремиться на которой нужно там молиться скажем так то есть это самый такой базовый уровень но у него отличное сочетание цена-качество то есть в виде цену и собственно такие варианты она дает то что вам нужно здесь есть фантомное питание здесь есть встроенный мониторинг об этом тоже важно сказать то есть есть карты у которых есть встроенный мониторинг самой карты то есть вы вставляете микрофон например во вход и слышите тут же себя с карты то есть минуя компьютер то есть у вас сигнал отправляется по юсб кабелю на компьютер но вы себя слышите в наушниках прям со входа вокального то есть со входа микрофона это очень удобно чтобы слышать себя в наушниках и не было никакой задержки потому что во много у многих в картах нет этой функции им приходится слышать себя только через лоджик то есть в лоджике есть функция software мониторинг то есть когда вы вам обратно в наушнике отсылается звук уже прошедший через лоджик но если вас много какой-то обработки многих-то плагинов стоит в проекте то возможно даже минимальная задержка там 5-10 миллисекунд а с ней уже очень некомфортно петь то есть вы поете а слышите себя с 10 миллисекунд задержкой это реально выбивает из темпа это выбивает из настроение ну то есть поэтому я вам порекомендовал какие такие карты в которых есть обязательно input мониторинг чтобы себя слышать и фантомное питание то есть это прямо обязательно для тех кто работает прям с профессиональным вокалом ну и соответственно отсюда выходит сразу конденсаторный микрофон то есть это тот для чего нужно фантомное питание то есть это необычный динамический микрофон с которым вы работаете на сцене это конденсаторный микрофон он может быть тоже не обязательно дорогим то есть есть тоже определенный уровень качества ниже которого в принципе сегодняшний производители не падают то есть можно взять кунтика г perception к примеру то есть у все у всех в общем есть такая бюджетная линейка в районе там от 10 до 20 тысяч рублей даже может быть даже от 8 от 7 тысяч рублей даже так можно перерасмотреть фирму октава так это отечественный производитель у них тоже цена может быть чуть-чуть там по демократичной на как конкретной модели вот ну то есть надо посмотреть но вам нужно взять конденсатор микрофон потому что он выдает максимальная такой спектр частот насыщенность вокала также нужно стойка провода акустический экран и сюда еще не записал поп фильтр обязательно это прям ну мастхэв и думает это тоже понятно то есть ну провода здесь на самом для ним про только микрофонный нужен xlr xlr кабель обычный микрофонный акустический экран который настолько вешается то есть такой полукруглый сейчас попробую его здесь найти ну то есть вот такой вы наверняка это видели многократно они есть разных типов тоже есть более продвинутые более простые есть то есть ну за разные цены вот это поп-фильтр для тех кто не знает то есть вам поп-фильтр тоже понадобится соответственно экран просто вешается на вашу стойку вы находите какое-то более-менее место где не сильно слышны отражения от стен комнаты желательно где-то может быть там например ближе какой-нибудь звукопоглощающей поверхности то есть затем можно путь штору поесть или ковер что-то такое и спереди поставить вот такой экран и у вас принципе исходник будет звучать гораздо суше чем вы просто поставить микрофон посередине комнаты и будете в него петь то есть это такой хороший вариант для домашнего для домашней записи я им постоянно пользуюсь исходники получаются очень такие достаточно чистый качественный без ненужной ревиберации помещения вот я уже тоже сказал да про помещение бессильной ревиберации если у вас прям совсем кошмар то есть какие-то высокие потолки нет мебели отделка стен такая же там каменные стены что все просто летает вы хлопаете в ладоши у вас там к чуть ли там не заводится звук в комнате то конечно записывать вокал в таких условиях ну я бы не рекомендовал вряд ли с этой с этим исходником кто-то что-то сможет сделать там будет очень много резонансов очень много эхо и ну будет исходник такой не звучащий как студийная запись вот соответственно с этим тоже нужно решать либо делать акустическое оформление помещения либо делать какую-то вокальную кабинку сейчас сегодня есть фирмы которые делают прям вокальные кабинки хотя они очень недешевые мягко скажем то есть это уже не тянет наверное нас на базовый вариант но есть эти домашние такие бытовые решения то есть можно купить там поролон рулон поролона и там поставить какую-нибудь там перегородку и обклеить поролоном и просто за нее вставать и записывать решение бывает много тут как говорится уже ваша фантазия ваши возможности вам подскажут и как дополнительно я пометил микрофонный прям с компрессором опять же все зависит от микрофона но если у вас появится бюджет со временем можно рассмотреть какой-то внешний микрофонный прием который будет по линейному входу подключаться к звуковой карте то есть уже будет не звуковая карта усиливать сигнал микрофона а будет усиливать именно микрофонный прям и уже линейный сигнал передавать на звуковую карту для чего это нужно для того что микрофонный прям побывать opark с разными характерами звучания из транзисторный есть ламповые то есть можно какое-то свой характер под свой тембр подобрать и также у них есть встроенные компрессор то есть может сразу настроить определенную компрессию чтобы потом меньше возиться с исходником в секвенсоре то есть тоже вот такой вариант достаточно интересный и со временем можно к нему прийти и последняя категория это миксинг и мастеринг инженер тут уже все прямо так можно сказать по красоте то есть это самая такая требовательная можно сказать такая подпрофессия из всех вот этих рассмотренных которые максимально требовательно к оборудованию то есть данном случае вот это все оборудование это как музыкальный инструмент mixing muster инженеры то есть если у музыканта это в первую очередь гитара клавиша и бас у вокалисты это его голос а все остальное то уже как дополнение то здесь вот это все оборудование это собственно и есть тот инструмент на котором миксинг и мастер инженер могут себя проявить поэтому здесь нужна звуковой карта с качествами c-цап и цп то есть цифроаналога и перед из преобразователями и аналогов цифровые преобразователями которые могут работать в большой частоте дискретизации у которых качественное это преобразование идёт без всяких шумов и какого-нибудь там или синга то есть когда у вас не совсем грамотно сэмплы записываются ну то есть много вот этих технических моментов тут уже карты конечно нужно рассматривать реально качественные вот также возможно там несколько что было входов и выходов чтобы вы могли несколько сразу колонок подключать несколько мониторов несколько наушников чтобы быстро можно было переключаться с одного источника на другой и слушать и контролировать себя то есть это очень важно далее качественные наушники то здесь уже нужны наушники такого можно сказать high-end класса можно рассмотреть там фирмы сенхайзера кг то есть у них у всех есть такая линейка продвинутых наушников лучше иметь и закрытого и открытого типов потому что на открытым проще работать дольше и более такой звук получается естественным закрытым звук немножко задавленный но лучше прослеживаются какие-то басы и басовые конфликты поэтому я бы советовал иметь и тот и другой тип далее качестве монитора тут даже не обсуждается то есть монитор это самое важное вообще что нужно вкладываться но монитор нужно отбирать с точки зрения вашего помещения в котором вы работаете то есть если вы купите кита огромные мониторы а у вас комната там 8 квадратных метров то но это будет смотреться глупо странно и вы просто не поймете вообще всю суть этих мониторов которые купили поэтому монитор нужно подбирать но для домашней работы я поставил пятерки то есть вряд ли там больше диаметр вам нужен потому что как правило в комнатных каких сведениях если стать больше то они начинают заводиться звучать не очень адекватно и так далее далее то room корректоры типа rc это системы которые анализируют ваш звук в точке прослушивания с помощью измерительных микрофонов и внедряют некую обработку на мастер чтобы вы слышали звук из своих мониторов максимально честным максимально приближенным к ровной прямой к линейной частотный а чеха скажем так потому что во первых может помещение ваше в первую очередь искажать у вас может быть как-то расположены не очень симметрично ваш стол с компьютером и с колонками с мониторами у вас могут быть какие-то стены которые определенные резонансы вносит все это складывается и в той точке где вы сидите вас может быть вообще не та частотная характеристика того что вы слышите чем то что есть на самом деле внутри компьютера поэтому чтобы от этого избавиться вот используют room корректоры я на самом деле бы рекомендовал всегда использовать даже если у вас подготовленное помещение потому что все равно все производители мониторов так или иначе закладывать какой-то некий характер несмотря на то что они говорят что у них супер линейная там а чеха все равно неоднократно сталкиваешь с тем что одних мониторов чуть-чуть провалена середина других мониторов чуть там подкрашена верха и учитывая еще плюс разницу в пространствах то без room корректоров ну я считаю что просто не обойтись то есть они должны быть вы не всегда можете имя конечно пользоваться если вам не нравится их звучание хотя к ним можно привыкнуть и звучание на самом деле у них хорошее если сделать грамотные замеры вы просто можете их использовать как такой некий референс и понимание что у вас например чуть-чуть проваленные там средние частоты в вашей точке прослушивания так далее есть очень удобно я сам постоянно этим пользуюсь у меня всегда работает rc либо также еще есть референс 4 от sonar works очень хорошая тоже измерительная система далее вам понадобятся обязательно качественные плагины то есть это старование плагина топовых производителей которые вы наверняка слышали знаете это waves там плагин альянс слой digital sound то есть ну естественно и иди у адовские плагины если у вас звуковая карта с от фирмы universal audio то есть ополу например то это тоже относится сюда то есть вам понадобятся качественные плагины несмотря на то что я тоже всегда говорю что можно в принципе качественный микс сделать и на встроенных плагинах ваш секвенсор и все об этом говорят это действительно так но но это скажем так такое попахивать себя какие-то таким умышленным ограничением зачем это нужно когда есть принципе на рынке действительно качественный плагин которые могут те же задачи решить просто быстрее интереснее ну почему бы этим не воспользоваться да зачем себя ограничивать говорит что нет я там какой-то супер профессионал я смогу все сделать и подручными средствами я считаю это скорее такое ограничение то есть можно я просто выступаю против тех кто говорит что нельзя сделать на встроенных плагинах качественные сведения что типа нужно гнаться именно за плагинами то есть качество зависит от плагинов нет тут я сразу говорю нет качество зависит от вашего опыта от ваших умений от вашего видения вот этого конечного звучания если у вас этого нет какие бы плагины не купили не скачали не изобрели сами качество звука финального который вы делаете у вас от этого не повысится поэтому плагин это такая вещь что я лично советую приобрести но по мере надобности то есть не нужно быть коллекционером не надо собирать все новые плагины в этом нет никакого смысла вы все равно ними пользоваться всеми не будете никогда нужны только те которые вам нравится скачивайте демо версии попробуйте если вам не подходит удаляйте прямо вообще и забудьте то есть даже несмотря на то что там какой-нибудь ваш там коллега на который вы ориентируетесь пользуется этим плагином каждый день а вам он не зашел ничего страшного это нормальная ситуация мы все разные у нас все свои вкусы свои предпочтения или возможно вы еще до этого плагина ну скажем так не доросли как бы это там не звучало такое да тоже бывает и далее здесь пометил еще бытовые колонки для контроля но на самом деле сюда относятся не только какие-то отдельные колонки там компьютерные все относится любая бытовая техника то есть вы можете даже просто на наушниках от вашего телефона послушать ваш микс вы должны иметь возможность там день послушать машине например если у вас собственной машине может у друга там машине и так далее то здесь такая общая категория просто чтобы вы имели ее у себя кого в понимании в сознании подсознание что нужно обязательно проверять свою работу если вы микс и мастер-инженер на каком-то бытовом оборудовании то есть не только на качественных мониторах не только на качественных колонках они только на качественных наушниках то есть вы должны все это пробовать обязательно также на бытовых наушниках и на бытовых каких-то компьютерных колонках hi-fi центрах там кухонных каких-то там приемников и так далее понятно что везде качество звука будет разное и не нужно стремиться прям чтобы один в один было везде одинаково классно звучало но вы должны понимать что везде слушается хорошо и микс передает скажем так нужные нужные эмоцию нужные частоты ничто не перекрывает на каком-то определенном оборудовании то есть это все очень важно понимать ну что ж вот такое получилось видео надеюсь что тут с этой информации все понятно кому-то может быть это будет как руководство к действию точнее руководство к шоппингу что купить надеюсь информация была полезна если есть какие-то еще вопросы обязательно пишите в комментариях под этим под этим видео я отвечу обязательно ну и увидимся с вами в следующем видео